Я приветствую всех зрителей на своем канале, с вами я, Савонтий. И в этом ролике речь пойдет о спутниковом ресивере от компании VU+. Это модель Zero 4K. Спутниковый ресивер VU Plus Zero 4K это самый маленький и самый бюджетный вариант Ultra HD ресивера в линейке южнокорейского производителя VU+. Однако характеристики достаточно небюджетные. Встроенный DVB-S2X-тюнер, мощный двухъядерный процессор Broadcom BCM726004, 4 ГБ внутренней памяти и 2 ГБ оперативной памяти. Также в отличие от прошлой модели Zero есть слот для модуля доступа с софтовой поддержкой CI+. Устройство работает под графической оболочкой Enigma 2, основанной на операционной системе Linux. Поставляется ресивер фирменной коробки, логотип Zero 4K, 4K Ultra HD. Снизу указаны некоторые характеристики. 1 DVB-S2X или 1 DVB-C-T2 тюнер. Двухъядерный процессор. 4 ГБ встроенной памяти, 2 ГБ оперативной памяти. 1 CI-слот и 1 слот для смарт-карт. 1 выход HDMI 2.0, поддерживает HDR и слот USB 2.0. Произведен в Корее. Это не китаец, это чистый кореец. Посмотрим на комплектацию. Овкий СТО МОТОК КАРАИМИНЫЙ ПРОИТОМОНЫЙ ПРОИТОМОНЫЙ ПРОИТОМУСКИ. Упаковано все довольно-таки качественно. В коробке получается еще одна коробка. Здесь у нас расположены аксессуары. В комплект поставки входит сам ресивер, кабель HDMI, адаптер питания от сети 220 вольт, 12 вольт, 2 ампера. Пульт дистанционного управления. Две батарейки к нему. Выносной инфракрасный приемник для скрытой установки. И двухсторонний скотч для крепления выносного инфракрасного приемника. А также инструкция пользователя. Довольно-таки доступно все расписано. Пульт дистанционного управления большой, пластиковый, пластик матовый. Удобно лежит в руке. Кнопки резиновые, имеют матовую поверхность. Нажимается с небольшим щелчком. Пульт по две пальчиковые батарейки формата 2А. Пультом дистанционного управления вы можете управлять как спутниковым приемником, так и вашим телевизором. Ресивер VUPLUS ZERO 4K производится в черном пластиковом корпусе. Мини-размера с увеличенной высотой. На передней панели присутствует индикатор питания в виде логотипа производителя. Он подсвечивается и имеет различные режимы мерцания. Корпус полностью пластиковый, половина лицевой панели матовая, половина глянцевая. Сверху половина корпуса глянцевая, половина занимает решетчатый корпус для вентиляции. С левой и с правой стороны ресивера перфорация для улучшения вентиляции корпуса. Снизу мы видим металлическое шасси, 4 резиновые ножки. На задней стороне расположились все предусмотренные коммутационные порты. Тумблер выключения питания, разъем для блока питания, цифровой HDMI-выход. Ресивер можно подключить к телевизору только через этот HDMI-выход. Порт Ethernet для подключения к сети интернет. Разъем USB 2.0 для подключения внешних накопителей, а также для подключения к сети интернет через USB Wi-Fi адаптеры, а также 3G модемы. Поддерживает USB Wi-Fi адаптеры на чипах RT3070, RT5370. Выход цифрового звука на соответствующие устройства SPDIF. Разъем IR RS232 для подключения внешнего инфракрасного датчика при скрытой установке. Здесь же присутствует слот для смарт-карты и CI-слот для адаптации работы устройства с платными операторами спутникового телевидения. И разъем для подключения спутниковой антенны. Ресивер VU Plus Zero 4K сочетает в себе применение современных тенденций в области спутниковых технологий, поддержка новейшего стандарта передачи сигнала Ultra HD TV разрешения, звука в формате AC3. И оптимальный комплекс интерфейсов и подойдет всем, кто ищет продвинутое устройство с надежными компонентами и невысокой цене. Купить данный ресивер, а также другое оборудование для приема спутникового и цифрового Т2 телевидения можете в интернет-магазине PowerOn. PowerOn официальный представитель VU Plus в Украине. Если же вы хотите приобрести уже настроенный под ключ под ваши нужды спутниковый ресивер с этого магазина, обращайтесь ко мне, адрес электронной почты указан в описании под этим роликом. В следующем ролике вы увидите пример работы, вид меню, а также функции данного ресивера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok